всем привет и добро пожаловать на мой канал в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такие сережки для того чтобы сделать одну сережку нам понадобится японский бисер 11 и 15 размера цвета 2108 и 2219 нитка у меня капроновая швенза для крепления швензы можно использовать соединительное колечко но у меня на самой швензе колечко разжимается поэтому буду делать без него бисерная игла ножницы плоскогубцы может пригодиться еще какой-нибудь инструмент чтобы при разжимании придерживать колечко с обеих сторон и может пригодиться зажигалка отрезок нити длиной примерно один метр вдеваем в углу набираем две бисерины спускаем вниз оставив конец 10-15 сантиметров чтобы в конце мы могли вдеть его в углу и закрепить и снизу вверх проходим в нижнюю бисерину это у нас получился первый ряд делаем второй в каждом следующем ряду должно быть на одну бисерину больше набираем 2 бисерины и проходим под нить между первыми двумя бисеринами вытягиваем и снизу вверх проходим во вторую и снизу вверх проходим в эту бисерину и снизу вверх проходим в эту бисерину плетем третий ряд набираем две бисерины проходим под нить между первой и второй бисеринами второго ряда и снизу вверх проходим во вторую бисерину из двух набранных затем набираем одну бисерину проходим под нить между второй и третьей бисеринами второго ряда и снизу вверх проходим в эту бисерину и снизу вверх проходим в эту бисерину набираем еще одну проходим также под нить между второй и третьей бисеринами и снизу вверх проходим в эту бисерину плетем четвертый ряд набираем две бисерины проходим под нить между первой и второй бисеринами третьего ряда и снизу вверх проходим во вторую бисерину из только что набранных двух далее набираем одну проходим под нить между второй и третьей бисеринами третьего ряда снизу вверх проходим в набранную одну бисерину снова набираем одну проходим под нить между третьей и четвертой бисеринами снизу вверх проходим в эту бисерину и еще раз набираем одну проходим под нить между третьей и четвертой бисеринами и снизу вверх проходим в эту бисерину так получается что в начале и в конце мы добавляем по две бисерины а в середине по одной в начале сразу две а в конце два раза по одной в следующем ряду также набираем две бисерины проходим под нить между первой и второй бисеринами предыдущего ряда и снизу вверх проходим во вторую набираем одну бисерину проходим под нить между второй и третьей бисеринами предыдущего ряда и снизу вверх проходим в эту бисерину снова набираем одну бисерину проходим под нить между третьей и четвертой бисеринами предыдущего ряда и снизу вверх проходим в эту бисерину набираем одну проходим под нить между четвертой и пятой бисеринами проходим в эту бисерину снизу вверх набираем еще одну также проходим под нить между четвертой и пятой бисеринами и проходим в эту бисерину снизу вверх. Так плетем всего 10 рядов. Субтитры создавал DimaTorzok Далее будем делать нижнюю часть сережки мелким бисером. Набираем столько бисерин, какой длины вы хотите сережки. Я набирала 65 бисерин. И снизу вверх проходим в бисерину с другого конца треугольника. Затем проходим в следующую бисерину после той, из которой сейчас выходит нить сверху вниз. Набираем на несколько бисерин меньше. Прикладываем и смотрим, чтобы эта нить была сверху первой. По мере необходимости добавляем или убираем бисерины. И проходим во вторую бисерину, считая с другого конца, снизу вверх. Затем проходим в следующую бисерину после той, из которой сейчас выходит нить сверху вниз, то есть в третью. Набираем на несколько бисерин меньше, чем в предыдущей. Прикладываем и смотрим, чтобы эта нить была сверху третьей. По мере необходимости добавляем или убираем бисерины. И проходим в третью бисерину с другого конца, снизу вверх. Проходим в следующую бисерину треугольника сверху вниз. Также набираем нужное количество бисерин. И проходим в четвертую бисерину треугольника, с другого конца, снизу вверх. Затем проходим в следующую бисерину сверху вниз. Набираем нужное количество бисера. И проходим в пятую бисерину, считая с другого конца, снизу вверх. Далее добавляем мелкий бисерин в треугольник. Для этого нам нужно вывести нить из средней бисерины нижнего ряда снизу вверх. Я прохожу в бисерину предпоследнего ряда слева. Затем сверху вниз в бисерину этого же ряда справа. Затем в бисерину нижнего ряда слева. И снизу вверх в среднюю бисерину, она шестая по счету. Набираем одну бисерину пятнадцатого размера. И проходим в среднюю бисерину третьего ряда, считая снизу. Она пятая по счету. Снова набираем одну бисерину пятнадцатого размера. И проходим в среднюю бисерину пятого ряда, считая снизу. Она четвертая по счету. Опять набираем одну бисерину и проходим в среднюю бисерину седьмого ряда, она третья по счету. Набираем одну бисерину, проходим в среднюю бисерину девятого ряда, она вторая по счету. И еще раз набираем одну мелкую бисерину и проходим в любую бисерину из двух десятого ряда. Затем в обратную сторону, то есть сверху вниз, проходим во вторую бисерину десятого ряда. В бисерину, которую мы добавили только что. И во вторую бисерину девятого ряда, если считать снизу. И затем возвращаемся в одну из двух верхних. Проходим в бисерину девятого ряда справа снизу вверх. И в бисерину десятого ряда также снизу вверх. И делаем место для крепления швензы. Набираем четыре мелкие бисерины и сверху вниз проходим во вторую бисерину из двух верхних. Затем делаем один круг для надежности. Проходим в первую из двух снизу вверх. В четыре бисерины. И во вторую сверху вниз. И закрепляем нить. Выводим углу из любой боковой бисерины. Проходим под нить между бисеринами. Вытягиваем не до конца. Проходим в получившуюся петлю один-два раза. Затягиваем. Проходим в следующие несколько бисерин и тянем посильнее, чтобы узелок прошел в бисерину и его не было видно. Делаем еще один-два таких узелка в других местах. Затем удача. Для позвоночника во вторую друзья. И удача так не было в muerte. Приплющаемся кks бисеринами. Приплющаемся кс-мактической слабости. Приплющаемся к маслахом varios цепją. Делаем еще один-дваhop. Приплющаемся к тяку specify. Чтобы убежать, масло Chengerv고 aggressive. Приплющимся к камеру. Приплющаемся к камеру thế painливыми ключами. Приплющаемся к перебесу into бисеринами. Приплющимся к vuelажным И отрезаем нить. Зажигалкой можно подпалить оставшийся кончик. Затем вдеваем в иглу тот конец нити, который мы оставили в начале. Можно также еще раз пройти по четырем бисеринам сверху. И также закрепляем его, делая узелки между бисеринами. И отрезаем. Теперь цепляем швензу. Разжимаем колечко на швензе или соединительное колечко. Цепляем его за место для крепления швензы. И если это соединительное колечко, то помещаем швензу и сжимаем. Если сама швенза, просто сжимаем. И сережка готова. Я надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс и все было понятно. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно и остались вопросы, пишите комментарии, я вам отвечу. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok